Палет море, радужный засток Мы с тобою идём Под листом вадом праздничных цветов И её ходить за мной Моечный зайчик, как и древний ветер По старым грозам деревья помнят меня Маленьким мальчиком не прошу у неба ничего Дождь прольёт, я вновь пошли Снова на землю, снова на землю То, что я хочу лишь быть с тобой С тобой, с тобой Так много раз Судьба дарила взглядом нежный реклам И я знаю печаль Ты улыбнёшься, мне в какой рай И её ходить за мной Моечный зайчик, как и древний ветер По старым грозам деревья помнят меня Маленьким мальчиком не прошу у неба ничего Дождь прольёт, я вновь пошли Снова на землю Уважаемые радиослушатели Микрофона Ольга Шир И мой учитель, а также ваш учитель Американского английского Елена Гирич Елена, добрый вечер Добрый вечер, Оленька Кстати, добрый вечер, действительно Ну, или доброго дня Если нас будут слушать в записи What time is it, right? Мы привыкли, что мы с тобой днём или утром занимаемся Итак, добрый вечер, дорогие наши радиослушатели Добрый вечер, наши зрители, которые смотрят нас сейчас на Facebook В живом эфире и слушают нас Мы приветствуем вас в программе «Американский английский» с Ольгой и Еленой Приглашаем присоединиться к нам И изучать английский язык вместе с нами Вы знаете, что мы рады вашим звонкам Конечно, мы задаём вопросы лингвистические Мы просим вас ответить Но также мы всегда приглашаем вас к нашему сотрудничеству Вы звоните нам просто, если у вас есть какие-то вопросы Связанные с обучением, с изучением С запоминанием новой лексики С, может быть, какими-то особенностями грамматических правил Мы всегда готовы вам помочь И мы ответим на эти вопросы в эфире Нас слушают не только в Портленде Нас слушают в Америке и в России И на Facebook мне часто пишут письма и задают вопросы Я постараюсь сегодня ответить на два из этих вопросов, которые мне задали Итак, начнём с того, что я работаю в школе Daily Communications Школа английского языка Хотя преподается не только английский, как второй язык English as a second language Но также мы оказываем услуги в обучении русскому языку И мы, в принципе, обучаем американцы Телефон школы 503-708-58-78 И, как Оленька уже сказала, она не только моя ученица Не только ведущая этой программы Но и моя очень хорошая подруга И мы с ней уже работаем практически год Больше года И не только здесь в студии с вами Когда мы проводим программы Мы также с Оленькой занимаемся в школе Когда мы действительно занимаемся И у нас проходит настоящий урок Который мы записываем на видео И мне очень приятно Я всё время вас готовлю И говорю вам, что вот скоро, очень скоро Вы сможете увидеть эти видео И действительно, видео уже готовы Готовы видео по курсу По курсу, по учебному материалу Который используется в школе, Оленька Это наш учебник, который я хочу показать Тем зрителям, которые смотрят нас сейчас на Facebook Этот учебник называется American Headway Я очень люблю серию Headway На самом деле, это учебники Оксфордского университета И Оксфорд ориентируется на британский и английский У них масса интересных учебных материалов Так же, как и у Кембриджского университета Но вот Оксфорд выпустил такую серию учебников Которые именно посвящены американскому английскому И вы можете сравнить Действительно, вы увидите здесь американскую лексику Так вот, мне очень приятно сообщить вам всем Что мы закончили запись всех уроков И Оленька прошла весь этот курс Это начальный курс Вы видите, стартер И видео, я уже просмотрела первое видео И так Мне очень понравилось Очень профессионально сделано Поэтому я уверена, что в июле мы запустим видео Мы вам скажем, где и как вы можете увидеть все видео наших уроков Великолепное просто видео То есть, получается, для того, чтобы проходить такой курс Нужно обратиться в студию Вернее, лучше в школу Daily Communications И приобрести эти учебники, чтобы заниматься Совершенно верно Но не обязательно в школу Правильно ты сказала В студию тоже можно Потому что ты ведь здесь и ребята здесь, которые знают школу Мы вместе работаем Поэтому да, вы можете позвонить в студию Если у вас случайно нет телефона школы Вы также можете открыть журнал Афиша Найти объявление школы Вы также можете слушать нас Мы постоянно повторяем два номера телефона Во время нашей передачи Телефон школы Daily Communications 503 708 58 78 И телефон студии Наш номер 971 300 19 11 30 А также 503 238 9000 ровно Пишите, звоните по этим номерам Вам обязательно помогут Это интересный такой момент Когда можно уже интерактивно изучать английский язык Конечно, лучше всего, и ты сама это знаешь Когда ты изучаешь английский язык с преподавателем Правда? Лучшего не может быть Поэтому, конечно, для тех наших слушателей и зрителей Которые хотели бы начать или продолжить изучать английский язык Мы советуем прийти в школу и заниматься в классной комнате Это будет самый эффективный способ Но для тех наших желающих потенциальных студентов Которые живут в других городах Мы предлагаем, конечно, занятия по скайпу Ну и для всех остальных, которые не могут заниматься по скайпу У нас будет вот такой курс, который будет доступен в виде видеоуроков То есть вы сможете приобрести учебник либо у нас Либо мы потом скажем вам, где можно приобрести эти учебники И вы можете дома заниматься вместе с Оленькой Вы будете смотреть каждый урок Урок за уроком И пройдете с ней И этот видеокурс, это тоже будет полезно Хотя, опять же, лучше, чем классная комната, ничего не может быть Да, это, конечно, поскольку ты можешь задать вопросы, переспросить Тебе индивидуальный подход И тебя поправит преподаватель, как я тебя постоянно поправлю Да, это очень важно Это важно Я вам хочу сказать, что если эти уроки будут выложены Я как раз могу посмотреть тот путь, который был проделан Для того, чтобы тот уровень, с которым я приехала Как вы говорили, уровень выживания То есть как-то так можно договориться До потери барьера У меня сейчас нет барьера пообщаться с кем-то в магазине То есть по бытовым каким-то моментам И вот очень хочется, конечно, решать словарный запас А в остальном я не чувствую никакой проблемы сейчас И это благодаря нашим урокам И сейчас мы также начинаем запись уроков нового курса Это уже первый уровень Та же самая серия American Headway И я хотела оговориться Наши уроки в начальном курсе В принципе, в основном шли на английском языке Но грамматика объяснялась на русском языке Этот курс мы будем записывать, Соленька, только на английском языке Ты уже попробовала, да? Как это произошло? Мы записали с тобой первый урок Я думаю, что тебе понравилось Просто 100% общение на английском Мы создаём языковую среду И ещё вообще говорят Вот, нужно учить английский Я не успеваю, нет возможностей Друзья, специально для вас Елена пишет каждый месяц статью Где раскрывает какие-то грамматические нюансы Американского английского Точно, вы можете маленькими шажками Точно уж раз в месяц продвигаться С помощью и этого материала Прослушивать наши программы Вот ещё материал подготовлен Уже не знать американский и английский Станет невозможно Если вы слушаете наше радио Имеете дозу в журналу Афиша Так что развиваемся вместе, друзья И ты знаешь, чем больше мы программ с тобой записываем Тем больше наша аудитория Она увеличивается Мало того, что я тебе сказала, что и ты знаешь Нас смотрят в России Сегодня мне позвонила американка Она говорила на чистейшем английском языке Но имя, она представилась, её зовут Дарья Дарья И у нас, как я сказала, это очень хорошо Нас слушают больше и больше Итак, дорогие наши радиослушатели Вы знаете, что мы начинаем с вопроса Лингвистического вопроса Но сегодня я задам не свой вопрос А именно тот вопрос, который был задан мне И буквально через 10 минут, если мы не получим ответа Я сама дам ответ на этот вопрос Мне задали следующий вопрос Пожалуйста, объясните разницу между словами and and finish Оленька, как ты перевела бы эти два слова? Finish, как мы переведём? Finish, конец Как глагол Заканчивать Совершенно верно И to end, это тоже заканчивать Да Ну вот, мы хотим задать такой вопрос Скажите нам, пожалуйста В чём разница между двумя этими словами И в какой ситуации Похожи ли они Или они всё-таки разные немножечко Есть ли нюанс в значении каждого из этих глаголов Итак, что такое to finish и to end И в чём разница Так как мы знаем, что они переводятся заканчивать А дальше Далее мне задали ещё очень интересный вопрос По поводу слова умирать Как будет по-английски умирать? Date Date это очень хорошее слово date Не date А как-то вот Давай определимся, что такое date Date это finic или data Или свидание Или свидание Конечно, мы с тобой уже знаем Ну а вот как он произносится? Я знаю, как пишется Die А как пишется? Скажи, пожалуйста D-I-E-D Минуточку Это ты сказала в прошедшем времени Вообще вот слово умирать в инфинитиве В форме инфинитива Это будет to die А почему на указателях часто здесь написано Это тупик, значит? Сейчас мы посмотрим дальше Итак, мы определились с инфинитивом Что такое умирать? Это to die Частичка to показывает нам инфинитив Который отвечает на вопрос, что делать Мягкий знак и так далее Это вы знаете Так вот Обычно вопрос такой Почему говорят dies? Вот he dies Он умирает Ты же знаешь, что he shit Когда действие к глаголу Добавляется окончание s Если они выполняют какое-то действие Например, она готовит She cooks Вот про себя ты говоришь I cook А про неё she cooks Помнишь he she? Да Это тема present symbol Так вот вопрос По смыслу Почему говорят he dies? Если слово умереть Имеет прошедшее время Почему они говорят died? То, что ты сказала Умер Да Я сейчас отвечу Но давай всё-таки вернёмся ещё к одному слову Тупик Да? Как будет тупик по-английски? Ну, наверное, died Dead end И, кстати, присутствует слово end О чём сегодня у меня вопрос То есть смерть Здесь end идёт не как глагол А как существительное Конец Смертельный Смертельный конец То есть без вариантов Так вот слово dead Как пишется dead? Помнишь? Пойти нет D-E-A-D Это прилагательное Dead Оно пишется немножко по-другому Вот оно что Умер читается died И пишется D-I-E-D А мёртвый это dead D-E-A-D И часто используется в сочетании, например, мёртвое тело Dead body Да? Или там фразы, например, dead on arrival В медицинской лексике Когда привозят пациента И он умирает По приезду в больницу Тоже говорят Так вот В каких случаях И почему говорят he dies Если обычно умер Это прошедшее время По смыслу Очень часто бывает Я приведу только несколько предложений Когда можно сказать Можно сказать В настоящем времени Человек умирает Например, общие фразы Вы можете сказать Человек умирает от рака Или человек умирает Когда он курит много сигарет Он потом умирает от рака лёгких Это общая фраза И поэтому здесь Совершенно уместно сказать В настоящем времени A person dies Человек умирает Если Если он курит много сигарет И так далее Или, например, такие фразы Как, например Произошла авария И вот человек Жертва в критическом состоянии И виновник у аварии Говорят Вот если он умрёт Если он умирает То тебе дадут Допустим Пожизненное заключение Или ещё что-то Тоже здесь будет If he dies То есть Совершенно не переживайте По поводу того Что это неправильно Бывают такие ситуации Когда слово умирает Можно сказать В настоящем времени Как и в русском языке Я надеюсь Что я ответила на этот вопрос А теперь, Оленька Будем говорить о природе О погоде? Или начнём со словаря В картинках? Давайте поговорим о природе О погоде Но вот Напомню Наш номер телефона Слушателям Номер 971-300-191130 Открыт для ваших ответов На сегодняшний вопрос Можно его повторить? Да, вопрос заключается в следующем В чём разница между двумя глаголами To finish и to end Которые обозначают заканчивать Что-то заканчиваться Какая смысловая разница Между этими Очень-очень похожими глаголами Я всё-таки напомню Помнишь, мы с тобой ответили на вопрос Но объяснение не было дано две недели назад Мы говорили о том, что значит, как по-английски будет «я скучаю» Помнишь эту фразу? Я скучаю Это если я скучаю по тебе А если я скучаю, потому что мне делать нечего I'm bored Борт, верно Помнишь? И ты спросила, почему иди? Да Да, почему иди? Так вот, объясняю Слушай меня внимательно В английском языке есть прилагательные Которые используются с окончанием иди И я сейчас тебе приведу пример Несколько пар прилагательных Вот как будет по-английски «интересный» Interesting Interesting, ты видишь, что окончание – ing А есть ещё прилагательное interested с окончанием иди Далее, скучный, дай мне, пожалуйста, скучный Так уж два из таких прилагательных Да, два из таких прилагательных Включим английский вместе Интересно? Я тебя заинтересовала? Интересно Теперь скажи мне слово «скучный» Например, книга скучная или ещё что-то Вот ты знаешь слово «скучный»? Борт Нет, послушай, какое слово ты мне говорила раньше? Боринг Боринг Помнишь? А есть ещё слово «борд» Иди, окончание, да? А теперь скажи мне «замечательный», «великолепный» Amazing? Можно А теперь есть ещё прилагательное amazed с окончанием иди Что это такое? Exciting, тоже интересный А есть excited А как, в чём разница? В чём разница? В чём разница, да? Так вот, разница заключается в следующем Прилагательные, которые имеют окончание иди Во-первых, это не связано с прошедшим временем По той простой причине, что это не глагол, а прилагательные Это никакое не действие Они показывают твои внутренние чувства и эмоции Что ты испытываешь? Когда ты говоришь «I am interested» Это значит, ты говоришь «у меня есть интерес к чему-то» Например, я заинтересован в музыке, вот скажи Я так скажу по-русски I am interested in music Верно А если прилагательное заканчивается на окончании ing Это прилагательное не показывает человеческие чувства Оно показывает внешние факторы, которые влияют на наши чувства Вот, например, музыка интересная для меня Музыка — это внешний фактор Music is interesting for me Следовательно, у меня интерес во мне Какое чувство? I am interested Теперь, представь, книга скучная Это внешний фактор Скажи, книга скучная Внешний фактор, книга скучная This book is not interesting А скажи, скучная Не бойся Boring Boring А мне скучно, потому что я читаю эту книгу I am bored Правильно Далее смотрим Amazing, да? Удивительно А если я удивляюсь? Вот что-то удивительное Например, другой человек It's amazing Да, всё, что такое А я удивляюсь I am amazed I am amazed И сейчас мы закрепим эту тему С тобой в словарике в картинках Ну-ка, быстренько открывай Open page 30 Помнишь, мы с тобой читали слова, которые были связаны с чувствами и эмоциями Это старая тема наша с тобой Было дело Было дело Так вот, поищи, пожалуйста, слова, которые показывают чувства Конечно, не все слова, которые показывают ваши чувства и эмоции оканчиваются на окончании И тем не менее, у нас в нашем словарике в картинках есть эти слова Давай поищем их Какие это слова? Начни Откуда-нибудь Ну, начни читать хотя бы Hot Жарко Thirsty Хотеть пить Sleepy Хотеть спать Cold Холодно Hungry Голоден Full sit Comfortable Удобно Uncomfortable Неудобно И теперь подходим к слову Disgusted Disgusted Переведи его Испытывающий отвращение Итак, мне противно Во мне чувство отвращения I'm disgusted I'm disgusted А почему мне противно? Да потому что в моей еде я увидел волос, и моя еда противная, это уже внешний фактор, как ты скажешь, моя еда, допустим, кусок пиццы, она противная This piece is И думай, это уже внешний фактор Disgusting Верно Или какая-то ситуация, ты говоришь, фу, как всё это противно, it's disgusting, что-то противное, а если ты испытываешь это чувство? I'm disgusted I'm disgusted Пошли дальше, читаем Классно, мне нравится эта тема Тебе все темы будут нравиться А какая теперь она тебе не нравится? Мне Make up my mind не нравилась Эту фразу могу запомнить Ну мы уже прошли, теперь это для нас piece of cake, помнишь? Это да Так, быстренько, маленькая, я ещё должна объяснить Calm Пошли дальше Calm, nervous Nervous And pain Испытывающий боль А далее опять появилось слово Worried Окончание идей Беспокойный Во мне внутреннее беспокойство, я волнуюсь, да, внутри чувства А вот представь, моя финансовая ситуация Беспокоящаяся, тревожная Беспокойная Беспокойная, да, тревожная Скажи My financial situation is Is Worry Верно Или новость какая-то тревожная It's worrying news А я что испытываю? I am worried И тебе часто говорят, ещё worry, ещё может быть глаголом говорят Don't worry Да, да, даже в песне так поётся Дальше пойдём Далее Sick, больной Well, хорошо Вот Relieved Опять же Легче Легче, я испытываю Облегчение Облегчение I am relieved А если новость какая-то, которая даёт мне облегчение It's news is reliving Reliving Редко, но мы можем увидеть это слово Далее на следующей странице, давай перейдём, посмотрим Так Окей Sad, грустный Хамстик, чувство Ностальгии Ностальгии, да Proud, гордый И excited Вот, опять окончание Иди А, это я уже заметила Есть exciting И есть excited Вот смотри, когда ты испытываешь радость Как ты скажешь? I am excited А если ты едешь на Гавайи и говоришь, боже мой, Гавайи такие замечательные It's exciting Молодец Поняла? Да, очень классная тема А теперь Спасибо большое Объясни, нет у нас нованков Я так думаю Да, никто не рискнул Но это такая интересная Своими знаниями Интересная тема Интересный момент такой Итак, слово Глагол to end Показывает нам О том, что заканчивается Какой-то процесс Вот, например, идёт фильм И я хочу сказать Фильм заканчивается в пять часов Я скажу The movie ends At five o'clock Тут я могу сказать Finishes Но именно ends сюда больше подойдёт Или, например, какой-то исторический период закончился в таком-то веке И тоже здесь уместно сказать ended Когда даже фильм заканчивается, мы говорим happy end И так, когда какой-то процесс сам по себе заканчивается Мы, нам рекомендуется всё-таки использовать глагол to end А вот finish – это когда ты заканчиваешь какую-то работу Вот ты, например, или что-то, что ты делаешь Например, я закончил кушать I finished eating Или мы закончили нашу программу сейчас We finished our program Вот в чём разница между этими глаголами Ну, я думаю, что We are ready to finish А, кстати, у меня вопрос Можно ли сказать Finish university, finish college Или есть более другая, более интересная фраза И правильная Когда мы заканчиваем какое-то учебное заведение Так, расскажите нам про учебное заведение Как его точно нужно заканчивать Как это будет правильно звучать Я думаю, что многие совсем недавно Из своих детей, может быть, внуков Видели в форме выпускников И как же это будет звучать на правильном английском языке? Американском английском А вот нам пишут, что заканчивать процесс – это finish А end – это конец чего-то, часть какой-то вещи Абсолютно Часть какого-то дела, которое ты делаешь Как мы с тобой сказали Совершенно верно Спасибо огромное А всё-таки мы оставим вопрос на следующий фильм А вот мы написали graduation Правильно Когда ты говоришь людям, что ты закончил школу И ты говоришь, I finished school Тут непонятно, закончил ты её с дипломом или нет Понимаешь? А если ты говоришь, I graduated from school Здесь чётко ясно, что ты выпустился из учебного заведения с дипломом Это выпускной переводится? Это выпускник Graduate И to graduate выпуститься Выпуститься, закончить школу официально А можно сам выпускной назвать graduation? Конечно Это же graduation party Совершенно верно Спасибо огромное Мы сегодня не так долго проводим программу Мы всего лишь 30 минут в эфире Но, тем не менее, за такой короткий период времени мы получили ответы Спасибо Да, спасибо вам И я хотела бы вам напомнить, вернее, объявить Что следующая наша передача, надеюсь, будет в форме интервью Верно? Я думаю, что мы даже его и раньше можем провести, если у тебя есть время свободное Да, да Уточним тогда Мы хотели бы задать максимум вопросов Елене Потому что столько нюансов она знает относительно американского, английского Хочется послушать и задать вопросы Снова разбить, может быть, какие-то мифы относительно процесса изучения американского, английского Задать вопросы, почему не получается что-то Или, наоборот, почему у кого-то получается, а у меня нет Хотя вроде бы лучшим одинаково Да, и мне очень приятно было услышать, что всё-таки ты сама понимаешь и ощущаешь, что у тебя большой прогресс Потому что вот мы с тобой в воскресенье делали запись урока, и я с тобой говорила на английском языке И я сама это чувствую, что ты действительно уже начала говорить Это классно! Да, всё-таки американский, английский не зря, не зря учим, это здорово Друзья, обращайтесь в школу Daily Communications Кстати, к Елене начали обращаться студенты, которые уже слушают достаточно долго нашу программу И вот какой-то барьер всё равно лежит между радиоэфиром, изучением вместе с нами И тем, чтобы пойти в школу Daily Communications и получить знания из первых рук То, что это всего лишь радиопрограмма, это, конечно, классно, это напоминание Но это не обучение, вы не научитесь Вы только будете вместе с нами, это больше образовательная, познавательная программа В принципе, если учить американский английский, то изучение может быть, ну вот именно с радиопрограммой Может быть, пять лет или там шесть понадобится На самом деле нет, потому что для вас, дорогие радиослушатели и зрители, это пассивное обучение Это самая большая ошибка, в принципе, во многих колледжах такое тоже происходит Когда огромные группы, и преподаватель не успевает спросить всех студентов И для вас, когда вот вы просто сидите в классной комнате и слушаете, это пассивное обучение Ни в коем случае не является такое обучение эффективным Эффективным, это когда студент говорит Что, собственно говоря, мы делаем, это совершенно другая методика И мы её используем в нашей школе И ты это знаешь, потому что ты всё время говоришь Да, ещё, знаете, то есть не подходит такая технология, как Леона, помните, в одном фильме Я буду спать, это новая технология, я буду спать, а ты читай Я завтра буду всё знать А помнишь, вы шутили, есть такой анекдот Ещё даже курс какой-то был Илона Давыдова, английский во сне, да? Да, 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 кстати Это, вот, кстати, об этом мы поговорим Один из мифов, можно ли так выучить? Какие мифы существуют? Какие ошибки существуют? Люди думают, а на самом деле это не так Так вот, есть анекдоты, на этом мы закончим Я учу английский во сне Ну и как? Другой его спрашивает Успешно? Он говорит, да, каждый раз, когда хочу заговорить по-английски, засыпаю Так вот, надеюсь, что наши радиослушатели спать не будут До следующих эфиров Звоните Да, друзья, всем хорошего дня Продолжение дня Номер телефона школы Дали Коммуникации 503-708-58-78 Всего доброго Да, и так, друзья, на этом мы завершаем наш сегодняшний эфир Помните, что это был американский-английский на радио Slavic Family Впереди у нас короткая рекламная пауза И еще, конечно, важная информация для вас Еще одна интересная программа Так что непременно оставайтесь с нами Журнал Афиша Бизнес-каталог Полезные статьи Детские странички Календарь мероприятий Афиша Журнал для всей семьи Этой мелодии Слушай радио Slavic Family через телефон Позвони по номеру 701-719-39-33 701-719-39-33 Юбилейный тур цирка Григория Поповича Нам четверть века В программе более 30 животных А также лучшие номера и клоунада Ждем вас Привет! Был сегодня в магазине Изобилия Продукты отличные Ассортимент шикарный Сметаны